Жан-Клод Ларше Французский философ, богослов и писатель Один из ведущих представителей современной православной патристики Доктор философии, доктор богословия Господин профессор, спасибо большое за Ваше участие в конференции академической И особенно за тот доклад, который Вы прочитали Если мы попробуем перекинуть мостик от преподобного Максима, от его антропологии К той антропологии, на которую опирался отец психоанализа Зигмунд Фрейд И сопоставить видение человека святым отцом с видением человека отцом не святым, отцом психоанализа А вопрос заключается в следующем Можем ли мы перекинуть мостики между этими двумя антропологиями Или они полностью взаимно исключают одна другую? Должен Вам сказать, что есть некоторые пункты, которые объединяют два этих взгляда Преподобный Максим Исповедник предлагает весьма оригинальную трактовку страстей Он выделяет две категории Даже три больших категории страстей В первой категории относятся страсти, основанные на стремлении человека к наслаждению Во вторую категорию входят страсти, связанные с желанием избежать страдания А третья категория — это одновременно стремление получить удовольствие и избежать страдания Что также является одной из основ системы Фрейда Согласно которому, в человеке с самого рождения Все сосредоточено вокруг стремления к удовольствию и побега от страдания Это то, что он назвал принципом удовольствия И можно было бы сказать, что вот она, тесная взаимосвязь между ними Но помимо этого, между ними нет ничего общего Потому что, к примеру, что говорит нам преподобный Максим То, что человек, разумеется, должен бороться со своими страстями В то время как Фрейд нам говорит, что человек должен принимать себя во всех своих духовных состояниях В конечном счете, у Фрейда исцеление больного человека или же решение его психических проблем Сводится к принятию заложенных в нем склонностей К принятию их таковыми, какие они есть Но если мы поднимемся на более высокий и гораздо более существенный уровень То мы увидим ту существенную разницу, которая противопоставляет Фрейда преподобному Максиму И прочим святым отцам Дело в том, что Фрейд атеист И строит свою систему на основе атеизма и материализма То есть его концепция психической жизни является чисто материалистической, чисто механической Для Фрейда не существует Бога и человеческая жизнь не имеет смысла А святой Максим соизмеряет жизнь человека в целом и каждый его поступок только с целью человеческого бытия, которое заключается в Боге То есть Фрейд думает о человеке вне зависимости от Бога А для преподобного Максима Исповедника человек существует и имеет смысл только в связи с Богом Учение всех отцов основано как раз на том, что человек, вся его жизнь, каждый его поступок и любое его умение могут рассматриваться только в этой связи с Богом Которая для него является первостепенной с самого рождения и даже после его смерти И исходя из этой концепции человека полностью меняется И вместе с ней меняется концепция человеческой жизни и представление о том, что должен делать человек на протяжении своего существования В сегодняшнем докладе вы очень интересно поместили время в контекст спасения Когда вы говорили о том, что жизнь человека во времени — это и есть преодоление апостасиса, расстояние между человеком и Богом Можно ли сказать, что для преподобного Максима Исповедника весь мир является своего рода продолжением телесности человека? Да, у Максима Исповедника существует глубокая внутренняя связь человека с миром Но эту связь мы находим уже в Библии Там, где говорится о том, что Адам был назван царем над прочими тварями Божьими Это означает, что человек несет духовную ответственность за мир Не просто господствует над ним Но несет также некоторую духовную ответственность за судьбы мира И естественно, что самое важное в спасении принесенным Христом — это человек Поскольку Христос не сделался каким-либо иным существом А Святой Максим Исповедник как раз хорошо объясняет, что в человеке, как в микрокосме, заключается все творение И что человек, будучи спасен, спасает с собой всю тварь, которая его окружает Примеры этому дают жития святых Например, Святого Сергия или Святого Серафима Саровского Мы видим, что вся природа вокруг них приходит в согласие Как, например, дикие звери становятся смирными И к Святому Сергию Радонежскому и к Святому Серафиму Саровскому Каждый день приходили кормиться дикие звери И то же самое мы наблюдаем в жизни современных святых Например, я был хорошо знаком со старцем Паисием Святогорцы К нему несколько раз в день наведывалась змея Он также кормил разных диких зверей, которые жили поблизости от него Он жил в добром согласии с животными, которые у других людей вызывали страх Потому что вокруг святого вся природа приходит в умиротворение Поэтому спасение человека в конечном счете Включает в себя спасение всей окружающей его природы Мы не осознаем, насколько каждый наш поступок, каждая мысль любого из нас Имеет воздействие не только на других людей А на всю Вселенную вокруг нас На животных и на растения Я считаю, что каждый христианин должен осознать свою ответственность за окружающий его мир Если бы в каждом из нас было больше христианского То и в нашем окружении стало бы больше христиан Потому что других людей привлекало бы наша жизнь и служило бы примером для подражания И на самом деле возможно, что именно недостаток святости верующих И мешает развитию христианства Мешает ему быть более убедительным, более живым Я говорил уже об этом на конференции в Духовной Академии Я считаю, что на священниках также лежит огромная ответственность Священники должны первыми подавать пример христианскому народу Поскольку многие люди судят о церкви прежде всего по ее священникам То есть ответственность это двойная Но и каждый подлинный христианин также несет серьезную ответственность за окружающий его мир Ведь только примером святости и христианского образа жизни Примером глубокой веры и главной любви Мы можем убедить других людей в том, что жизнь в христианстве это и есть истинная жизнь Если продолжить вашу мысль о том, что внешнее бытие мира напрямую зависит от внутреннего состояния души человека То хотелось бы услышать от вас, почему современное развитие технологий идет невероятными темпами По сравнению с той многовековой историей, которая была раньше Действительно что-то произошло очень глубокое и серьезное внутри самого человека Что ему потребовались все эти технологии Либо это процессы взаимонесвязаны и необусловлены Развитие технологий — вопрос довольно сложный и многогранный Не стоит забывать о том, что прежде всего развитие технологий связано с жаждой заработать денег То есть технический прогресс — это прежде всего двигатель экономического развития Развитие общества, но в исключительно материальном и экономическом плане Разумеется, многие технические приспособления приносят пользу Я не говорю о том, что надо клеймить технический прогресс Но совершенно очевидно, что технические достижения часто влекли за собой Крайне негативное последствие на человеческую жизнь Это способствовало формированию на Западе прежде всего, а затем и в других странах Крайне материалистического мировоззрения Поскольку технологии всегда тесно связаны со стремлением к экономическому процветанию Целью которого чаще всего является не развитие человечества А обогащение узкой группы людей внутри общества И нельзя не заметить, в какой степени большая часть нашего общества Впала в зависимость от технологий, стала рабом технологий А также мы можем наблюдать, каким разрушительным последствием для природы Привел и продолжает приводить технический прогресс На сегодняшний день можно говорить о существовании очень серьезных экологических проблем Решением которых христианство также должно заниматься Преподобный Максим Исповедник как раз показывает, что в каждом существе есть логос Заложенный в него Богом, который придает ему смысл и ценность в его отношении с Богом И нельзя потребительски относиться к дарам природы, к живым существам и растениям, к природным ресурсам И использовать их в целях, не имеющих отношения к духовной жизни Нужно с уважением относиться ко всякой твари Божией Ведь в каждой из них присутствует Бог О чем современный человек непростительно забывает Используя мир исключительно в качестве средства удовлетворения своих страстей Вопрос связан с вашим видением особенности современного христианства в нынешнем обществе На ваш взгляд, за что христианство сегодня так особенно не любят те, к кому обращено слово Христа Спасителя? Может быть, от нас ждали каких-то ответов, очень важных и очень глубоких Которых по тем или иным причинам мы до сих пор не дали? Прежде всего, я думаю, что можно говорить о неких понятиях, присущих христианству в целом Затем в христианстве стоит различать различные христианские конфессии Что касается христианства в целом, я бы сказал, что у каждой страны и региона свои особенности Например, что касается Европы Можно говорить о несомненном упадке католицизма и протестантизма Об общей дехристианизации Европы В европейских странах церкви заметно пустеют И гораздо более насыщенная церковная жизнь наблюдается главным образом в Южной Америке и Африке Там активно развиваются католические и протестантские миссии И то же самое я бы сказал о православии Сегодня наблюдается активное развитие православия в Африке И в этом огромная заслуга Александрийской патриархии Я недавно был на острове Реюньон, который является заморским департаментом Франции А рядом с ним находится крупный остров Мадагаскар И, к примеру, на Мадагаскаре лет 20 назад не было ни одного православного А сегодня их 2 миллиона Это благодаря активной деятельности православных миссионеров Например, в таких странах, как Конго или Кения Наблюдается большой интерес и активное развитие православия А в европейских странах, к сожалению, православие распространено в меньшей степени, чем хотелось бы Потому что в основном это православие, обращенное к иммиграции То есть у нас есть множество церквей, в которые ходят иммигранты из какой-либо одной страны И каждая церковь склонна замыкаться в рамках представителей этой страны И в ней нет миссионерского духа, который позволил бы обратиться к населению в целом Возникает вопрос Почему в Европе христианство больше не развивается и, более того, приходит в упадок Я полагаю, что это связано с секуляризацией протестантизма и католичества То есть со стремлением говорить с людьми на мирском языке Забыв о том, что помимо земного измерения у христианства есть духовное, небесное измерение Странным образом, это желание приблизиться к людям вылилось в отдаление людей Люди ждали не того, что с ними будут говорить о том, о чем им говорят другие институты Они хотели услышать нечто совсем иное Нечто о других измерениях своего существования И я думаю, что речь идет именно о потере ощущения этого иного измерения существования Католицизм и протестантизм Переусердствовали в своем стремлении существовать на уровне общества Не предоставив людям возможности с этого уровня выйти в другое измерение И я думаю, что в православии мы сохранили именно это ощущение духовного измерения христианства Однако стоит сказать, что проблема православия и христианства в целом заключается в том Что эта религия требует от человека усилий и жертв А живем мы в цивилизации, в которой существует масса проблем И одна из этих проблем – это развитие на Западе общества, находящегося в постоянном поиске удовольствий В этом обществе, где культивируется доступность всего и отсутствие условий Требования, выдвигаемые христианством, очень трудно осуществимы для многих людей Господин профессор, какую роль в этом отпадении от Христа сыграло западное богословие? Начиная со схоластики, со средних веков, западное богословие становится чем-то крайне рациональным То есть начинается богословие не как откровение А как человеческая рефлексия И в конечном счете богословие превратилось в некую систему размышлений о Боге В некую совокупность представлений о Боге и исследовательных Бог стал рассматриваться как некая абстракция И в результате у людей сложилось совершенно ложное представление о Боге, не живое, а абстрактное Некоторые исследователи и историки, и среди них не все христиане Думают, что отказ от христианства, которое мы наблюдаем на Западе, начиная С эпохи Просвещения То есть с XVIII века Во многом связан с протестом против Бога Но это протест не против Бога истинного, а против некоего представления, которое сложилось о Боге Это представление совершенно неверное, абстрактное, неправильное И тот атеизм, который был сформирован на Западе различными мыслителями XIX века Такими как Фрейд, Дарвин, Маркс, Ницше и прочими Это атеизм, который относится не к самому христианству А скорее к тому ложному представлению о Боге, которое сложилось в протестантском и католическом богословии на Западе Можно ли сказать, что сегодня мы находимся в начале пути развития новой русской богословской школы? Мне хотелось бы задать два вопроса Первое, на ваш взгляд, что является абсолютным условием развития и возрождения подлинного богословия И второе, какие, на ваш взгляд, опасности подстерегают русское богословие на этом пути? Я считаю, что богословие в любой стране должно непременно и в первую очередь основываться на учении отцов церкви То есть необходимо изучать их, отправляясь от их текстов самым строгим образом И я также думаю, что очень важно, например, для российских богословских факультетов научиться этой строгости Иными словами, прежде всего, с уважением относиться к текстам, стараясь мыслить последовательно Но в то же время опираться на предания в целом, а не только руководствоваться той или иной мыслью Это требует достаточно продолжительного образования, так как невозможно понять кого-либо из отцов в церкви, иначе как тщательно изучая его творение Но вместе с тем, опираясь на всю традицию в целом И я думаю также, что православный богослов должен быть сам укоренен в жизни церкви Сам вести духовную жизнь, постоянно принимать участие в таинствах Еще очень важно, чтобы его богословие было духовным и аскетическим Иными словами, занятие богословием в особенности требует большого смирения Богословом должен быть тот, кто служит церкви Он не должен придавать значение своим собственным мыслям Не должен стремиться к оригинальности или создать систему Но прежде всего, он должен слушаться в предании Но это не значит, что изучая предания отцов, он должен как попугай повторять сказанное имя Однако, он должен действительно проникнуться преданием и духом отцов И основываясь на своем глубоком знании отцов, но также и предания Он может в том же духе приступить к проблемам, которые выдвигает современный мир Потому что церковь, естественно, на протяжении своей истории сталкивается все с новыми проблемами И отцы не повторяли только и исключительно то, что говорили их предшественники Но хранили то же направление, что и они Но в то же время они в этом духе отвечали на новые трудности и новые вопросы Которые возникали в их время Спасибо большое, господин профессор, за такое глубокое, действительно богословское интервью И мне хотелось бы, чтобы вы обратились к читателям нашего портала Это и преподаватели, и студенты, как духовных, так и светских учебных заведений С словом напутствие, словом пожелания Как тем, кто только встают на эту непростую стезю богословствования Я бы хотел сказать несколько слов о вашем портале и других православных сайтах Очень важно, что православная церковь присутствует в средствах массовой информации Поскольку в нынешнее время СМИ играют значительную роль в жизни людей И часто являются для них основным источником информации Поэтому очень важно, чтобы посредством СМИ церковь могла распространять христианскую культуру И осуществлять свою пастерскую деятельность Важно, чтобы христианские СМИ могли освещать события с христианской точки зрения Чтобы они помогали людям по-христиански понять то общество, в котором они живут А также помогали лучше понять свою собственную жизнь Продолжение следует... Продолжение следует...